В общем, хотел у Марата спросить, чтобы он поделился нам насчет, как он пришел к экипировочному жиму, однослойной экипировки, многослойной, в чем разница по его мнению, какие ощущения? Ну, пришел, но это старая история, короче, я стал заниматься пауэрлифтингом, ну, тройборем, потом спину травмировал, ну, быстро достаточно, ну, и осталось только жать, вот, в общем-то, а жать я жал, знаешь, как ориентируясь на результаты, просто которые в протоколах, ну, тогда в ФПР, в журналах они печатали, не в интернете даже, вот, ну, и смотрю там, такие, а там же не указаны майки, без майки, и тогда не было вообще понятия даже, ну, это был 2002-2003, вот такие года, то есть, 20 лет назад, и тогда не было понятно, сколько эта майка прибавит, чего там происходит, ну, как бы, ну, столько и пожал, да, и ты понимаешь, что ты так далеко от этого, ну, от этих всех, потому что этих нормативов по жиму не было, было только по тройборе, они вот для меня, ну, закрыты, соответственно, вот, а по жиму не было в тройборе, ну, нигде, тогда не было альтернативы, ничего не было, ну, вот, ну, и ты просто ориентируешься на результаты, там, лучших, да, там, вот, естественно, на лучших, на кого, и получилось, что я, вот, занимаясь три года, я жал, я весил где-то 71 килограмм, жал 152 с половиной без майки, ну, вот так вот, ну, и все равно оставалось там, да, чем уровень чемпионата Москвы, там, до первой тройки, там, еще килограмм 40, наверное, да, ну, в результате, то есть я думал, что, ну, это вообще, ну, это, тогда и про астероиды, как бы, я знал, но я, как бы, не, не планировал их вот сейчас, вот, прямо вот сейчас начинать употреблять, как бы, все, я еще не знал сочетание вот этого всего, майка, там, химия, там, и все такое, ну, понятно, вот, сколько это все может прибавить, вот, ну, как бы, жал и жал, там, даже по своей уже методике, ну, и получилось так, что на день рождения мне друг подарил первую майку, жимовую, ну, то есть я что-то вел об этом разговоры, да, там, ну, все время откладывал, ну, сейчас вот 150 выжму, куплю, выжил, короче, ну, сейчас 160 выжму, то опять куплю, ну, типа такого вот, а он это как-то, мы поговорили, что-то, он услышал, и на день рождения мне подарил, я прям помню, блядь, это был пиздец, мы, короче, всем, вот, весь зал, а они вот, кто был, это не как сейчас там был человек 30, наверное, они все вот, а надевали на меня, а еще жара, лето, блядь, я прочел форум, короче, эти, по чулкам, знаешь, женские формы, блядь, взял эти чулки, достал, нихуя не получается, ну, понятно, никто не умеет, блядь, давай подрежем, давай, да, нахуй, такой маленький размер, да в пизду, ты что, с ума сошел, блядь, ну, короче, натянули, кое-как, а рейдж, это, это же тонкие рукава, это в катании, там, без манжета, а в рейдж тонкий манжет, вот, у тебя он какой-то, ну, отрезанный, а он отрезанный, да, я отрезанный, а на самом деле, у рейджа это жесткий такой, ну, манжет такой узкий, рукав узкий, они, майка вообще подходит больше для трейборцев, у которых, ну, как бы, вверх он меньше, чем уже, ну, нормально, ручки, да, вот, и получается так, что вот этот весь зал, он кое-как на мне эту майку натянул, а я уже, уже, ну, там вообще подох просто, я просто, блядь, охуел, а тут еще езжать надо, а я уже дышать не мог, короче, ну, то, что она передавливает, ну, что-то там 100 килограмм вот так вот подергал, подергал, такой, ну, ладно, ничего не понял, блядь, давай, снимай-ка, да, я ничего не понял, вообще ничего, они просто руки вот так, понимаешь, они даже вот так не поднимались, вот, и типа, ну, ладно, давай, снимай, ну, через там пару дней еще раз пришел, ну, такая же история, в общем, а тогда вот это, знаешь, там, карандашами, там, ну, типа, ну, знаешь, это, типа, чего там, в рукава как-то вбивали, да, ну, как, бутылку засовываешь в рукав, и карандаши подсовываешь, вот сколько у тебя есть карандашей, и она, да, да, потому что, я один раз с домкратом пробовал, я, блядь, порвал нафиг рукав, ромбовидным там кратом причем это случилось за за день до соревнований я резко пошел искать где мне зашьют это все она подсохла я думаю сейчас крутому еще немножко сейчас растет 3 блядь и прям по вот они были я тогда этих всех методов я не знал просто так как одевается так и надеваю второй раз также надели там тоже что-то 100 110 так подергал блин я думал ну то есть ну а никто же не вообще нет никого понимаешь это думают что здесь в москве кто-то что-то да нихуя никто вообще не знает не в курсе это было как значит принести сюда но я не знаю такую вещь который никто никогда не видел знаешь вообще в жизни вот и короче третий раз одеваем ну просто уже ну надо же все как-то это все сделать короче под крики всего зала а это вес вообще давай просто качалка ну короче такая там борцы боксеры занимают ну кто угодно я опустил 170 но с меня с ней я чуть не сдох там в нем смысле на грудь да просто чтобы ну типа касание какие доски об этом тоже никто не то есть и без носов все пытались просто захуярить ее на грудь сразу блять то есть я пытался блять вот просто короче ну в общем они с меня подняли в общем с майку сняли я думаю что это уже такое а на четвертый раз я надел и выжил сто восемьдесят пять килограмм причем начали так как начала знаешь вот это стреляет подхват да у меня еще была такая техни но я самые что вот я локти прижимал так немножко и вот получилось так что она прям попала туда куда надо я прям стал ее выкидывать знаешь я такой сто восемьдесят пять а результат победителя чемпионата первенства москвы по фпр тогда был 190 в 75 я такой уже короче ну в общем да и вот так же типа ну чё-то пожал пожал еще раз пожал там уже 190 выжил короче ну а до соревнований это как обычно знаешь бывает под нам там знаешь завтра и также меня вот этот мой друг он и записал на и на 1 причем это были соревнования как раз только vps появилась мы еще таблицу изучали нихуя норматива есть пожима круто блин чем а кольного чем мы все жали вот так узнать и он меня короче берет записывает типа поедем 12 12 ноября 2005 года они были вот типа я такой может не ты сам за хорош не надо блин да ладно все хватит типа все поехали в общем мы поехали туда и так получилось там короче был илья кокарев но чемпион мира я не думал даже никого там побеждать просто сейчас ебать там бы типа на бегут блин вот короче бля но получил что я но там же это просто обычные такие знаешь как соревнования но не было никому не без экипировки ничего никаких там стрелять не ничего не было просто вот джим и все джим в экипировки категории самая маленькая 75 потом 82 90 100 110 125 и сущно там уже мало народу было в основном вот в этих был 90 100 причем там людей прилично было они без медаль оставались как такая история до было еще так получилось что моя категория был илья кокарев это чемпион мирная знал кто это в общем но он сейчас выступаю да 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 и я получается за ним короче самый большой везок то есть он 200 заказала я 165 тогда был как раз мастер спорта вот в это всем спят и ну такое такие были норматив вот ну и короче я пожал три подхода 165 170 180 кокарев он два подхода не сделал из ну типа он отказался от но ему это в общем не особо надо было просто просто приехал он еще опоздал там разминку начал в эту короче неудачно просто не все ну бывает вот я победил это меня вдохновило типа ну как же когда удостоверение через месяц прям приходили я там заполнил быстро удостоверение пришло я с ним ходил бля ебать в кармане на работе чтобы все тёлки видели короче знаешь это был пиздец ты чё ебать сейчас у меня знаешь я сейчас посчитал сколько у меня удостоверений 23 это просто пиздец это еще я помню зашел в кафе типа ну там положил короче кто майку подарился он был мой начальник как бы на работе вот короче он такой ой бля все пиздец как обычно один ну короче вот такая история ну и блять с тех пор пошло пошло короче вот так это был однослойный рейдж причем не x а просто без ворота одинаковые были дайте нет нет это уже он вот если по если вот про не не то что сзади было это мягко или да 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 ну как обычно вот и сейчас майки тоже на поле это одна из первых майк который вот фьюрер фьюри была первая майка с мягкой спиной 2 это и все а третье рейдж ну вот короче не там город был такой еще прям вот так души все издану меня не душила особо вот не знаю почему и короче потом более надо увеличивать типа вот купил меньший размер но ее я порвал короче блять там чуть прожимал прожимала и все она где-то даже у меня валяется по моему блять ну вот это был речь у меня 42 размера это сороковой потом короче давай двойной покупать ну как же все знают купили двойной но в нем я баранку получил причем я не опустил мнение я проводить эксперименты стал типа рукавами туда вращать сюда и что-то вращался не в ту сторону ну как ты не мог улай для понимаешь когда эти никто не может подсказать ты только сам думаешь когда обосрешься понимаешь почему ты обосрал блять я про явно в россии поехал короче и там баранку получил ну тоже с корешем мы ездили блять это было просто чудовище пиздец прописать по страны блять там блять баран причем было так что если я сделал один подход я бы в юниорах победил короче вот так да здесь просто вот пиздец короче это были те соревнования на российский когда кроссов первым в россии выжил 350 килограмм не 300 350 конечно у нас это был 2006 год январь еще приехали меня еще кореш заставлял бы ходить блять искать какую-то книгу про японию что-то ему вбрело в голову в этот момент я говорю я мне хуё мне надо отдохнуть я не пошли блять на райотах холд но относительно было так там же ветер блять дует вот мы короче ходили заебай какую-то качалку ему надо было найти знаешь зачем-то не знаю блять нахуя ну непонятно мы нашли какой-то детский клуб там блять что-то подрочили блять ну короче когда вот первый раз ты выезжаешь на соревнования нахуеваешь конечно так еще далеко блять я ездил ну как бы когда борьбой занимался но там как-то команда все вместе едут и как бы за тебя все решают все это вот встретил там массу вот этих людей которые которых я в журнале читал кошкина короче кравцову касатова блять виткевич устину блять этого чела из ростова мы потом с ним на форуме что-то он выебался уел ну как обычно в общем это бывает это кудлов вот короче потом без майки стал жать блять он я еще а теперь он вот так жалу майки короче вот так растопыривая локти блять я думаю вленичных хуйня какая-то но обычно один подход он делал короче вот он даже дошел до 260 82 это был в кривом роге 2007 год это вот он там участник был где победил кошкин базилия 410 вышел 82 а он выжил 260 вот ну ладно уж мы потом без майки стал жать что-то говорил здесь все хочу выжить ну так что-то я не увидел муж дошел да да ну короче вот там я баран получил приехал назад стал сразу заниматься опять рукава крутить и очень понял в чем прикол как бы куда их вращать и сразу же пошло вот и в этой майки в двойном рейджи я ну как бы стал заниматься как жалу в однослойном причем по системе бля я сейчас сдох бы наверное я никому не советовал это делать я короче занимался по русскому циклу вот это 6 по 26 по 36 по 26 причина не относительно моих ждать русский цепь конечно нет бля я в майке жалоб на русском а чем каждый в касание блядью короче я сделал 6 по 6 там вес был что-то в районе 170 короче ну и каждый раз я касался то есть на груди вот это бля как я не вот вообще это просто причем заставлял своего кореша кем на российский зерон там приходил с работы я говорю нет пошли мне майку будешь надевать там а сейчас он не заставляет блять и это он уже он тогда весил 886 килограмм сейчас 132 бля короче да я его потом тренировал всю жизнь короче его тренировал и вот он сейчас жмет фпр он выжил 305 килограмм но сейчас его лучший же вот короче блять и в общем потом следующий стране они были звенигороде вот там я а вот еще я по этой методике жал 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 и короче выжил в двойной 207 с половиной килограмм то есть прогресс был ну явно такой вот но чё-то за блять заочковал надевать после баранки эту двойную короче в однушку что ли куда надел и выжил я 182 но засчитали только 177 с половиной вот блять ну тоже как-то не уйду хоть не забарай на что вот а потом короче я опять подготовился в 2006 году в конце то есть ровно через год я прибавил еще два 20 килограмм это был первый результат 180 был а вот этот 200 там же в этом где первые соревнования были в пушкину вот а через год вот это было знаешь наверное вторая фаза когда вот 2007 уже год начался я начал его с весом не спиздить я весил семьдесят четыре семь шесть вот так а закончил 87 ну собственно это был знаешь период роста организма когда знаешь мне был двадцать один-двадцать два года в том со самый пивоза закончил я его жимом короче вот если 2006 я закончил жимом 200 то 2007 закончил жимом 250 хереть вот это был самый мощный прогресс но я прямо за него вот весь год он просто шел вперед 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 просто вот вперед блять вот тогда я астероидов не жрал но я честно скажу блять я их стал жрать 2009 году конце сентябре вот короче потом вот как раз начали 2008 я получил травму плеча вот и год целый возился с этим не но не знал что делать короче вот потом 2009 начале мне сделали операцию и его три года я снова шел чтобы ну снова начать сжать да 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 причем я не ебланила вы это просто все думают это вот это знаешь как типа блять мышечная память да хуня все это когда это значит исчезает да вот типа из-за травмы все блять потом это заново это полнота на детстве полный рублей те хуёвки еще впадлу все это ты уже это прошел она тебя давит тебе бля ели справляешься ну короче дичь вот и следующее уже был рейдж короче такой я устину его купил на липучках такой открытой закрытой спиной я ничего не разрезал на то время вот этот на липучках вот как у тебя у меня паник от да это был первый кремлевский жим вот я его выиграл с результатом 270 килограмм не сильно много прибавил ну потому что у тебя сотка было да я уже в сотни выступал не в 90 сотни вот короче потому что все таки и и техника тогда вот это вот она вроде и была такая но все равно не подходила вот с прижатыми сильно локтями меня короче вот тут вот я вот выжимал и она здесь стревалов без перехода сюда вот короче да и ну и на самом деле я потерял весь эффект первоначальной химии но немного как бы не то делал поэтому он немножко прошел перегрузил получила прошел как бы в пустоту вот ну и в общем потом наследие причем я сделал один подход так получилось что голубь пожал 200 ну там один голубев короче а вот он еще выебался короче блять я тебя нахуй сейчас ебу там ну как обычно значит это в это вся голубь подожди короче ну типа вот эти а у 110 а я в 100 он короче 280 во втором не пожал третьем пожал а я сделал только один подход 270 обошел но я весил мало я похудел до соревнования 90 блять чуть ли не 6 килограмм весел вот и короче блять я его обошел на какие-то десятые доли баллов там на просто блять просто внизу а вот так на это был первый кремлевский жим тогда тогда тоже а предыдущий день был уже безмачный но этот а вот этот был как бы там много народу кстати выступала то есть всех разного залуцкий короче вот голубь я потом блять там еще было вот несколько человек прямо они вот по моему милованов ну разные разные вот эти люди ну прям таких не было ведь к не было бля там ну ведь к найдену да 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 миха зацулин что-то не пришел все нас это хотел трешкой прихлопнуть короче всех не он прям жиме утверждался да 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 я такой ну ладно темно чё-то он не не приехал короче вот ну в общем вот так вот и потом следующее было продвижение vps я там более рассчитал подходы начал с меньшего веса 255 265 272 выжил то есть продвижение маленькому хотя бы на море и да 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 и потом баранку я получил на витязи я стал прожимать новую майку тоже рейджа там я выжимал все три подхода но блять значит как одного берут бля на нем отрабатывают это справедливость судейство то блять двойное движение она значит так на прямых качнулась блять но вот так в плечах блядывая на движение то блять еще что-то то на гости ну короче блять всю хуйню короче собрали забрали да ну подход можно было точно засчитать даже не смотря вот на всю эту хуйню вот один подход точно потому что потому что блять это справедливо было бы там еще нет справедливость и значит они выволокли бля гриф на 3 на 3 подход короче блять а на нем были сделаны отметки для кравцова специально блять они уже уж и бадя когда схватился вот короче и начал опускать я понимаю что у меня руки блять вот так когда выходишь ты в пылу вот в этом я вот так штангу уронил вывернул руку сину как бы кисти хера вот она поболела так вот я думал пиздец но как бы она пункт но очень блять всех соревнования очень расстроена вернулся конечно и решил блять почему же так вот поменять технику я взял однослойную катану в которой еще и и давно купил в ней тоже тренировался как бы да над супер катана это была простая катана старая такая тягучая хорошая вообще охуенная майка я очень жалею что я ее продал старые майки они прямо вообще четкие были вот и стал не езжать прям в 200 килограмм на маленькую доску как мне на большую вот прям на повторы вот и я просмотрел вот блять вот на ю тубе нету видео жимовиков американских там до любых вообще вот тех времен это сейчас уже там ничего интересного просто нету но по которого бы я не видел я посмотрел все в сайт весь вас сайт короче приз на этого отдельных атлетов вот которых у них вот 75 код который рекорд там он уже 340 выжимал забыл как его зовут дожди это 75-то 340 этого америкос куда да 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 дожди это нет как его он по ног 90 или это не тот кокер этот же нет 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 это они соперничали ну такой в очках вот короче кокера я тоже всего пересмотрена инстаграма не было кокер это вообще просто бог блять живу у него там же надо я смотрел сама мега монстр блять да вот короче потом этого как это река си короче бегай ренджим вот если вы не смотрели не смотрите старый канал уже не работать но видео есть там шон франкл вот тоже не тоже стороны слышали это чувак который в троеборе в сотни жал 395 посмотрите посмотрите он кстати в рейджи жалоб очень похоже как ты ну чуть-чуть только отличается конечно естественно отличать он такого же роста вот как мы с тобой даже пониже блять такую широкий такой или приз до чего сможет поменять шон франкл это очень крутой чел вот это вот этот картинян шон франкл ну самые главные и там несколько еще которые раньше в сайте были они перешли туда на вот и короче тренируюсь так все лето вот я перешел на к потом новую катану купил я выжил короче 300 на очередном кремлевском жиме на следующего года то есть 12 уже это в одиннадцатом году я победил а там уже веслювели однослойный дивизион вот ну в двенадцатом я выжил 292 с половиной килограмм в однослойный я прям реально прибавил потому что я стал другую технику применять перестала штанга застревать вот я выжил 277 с половиной очень легко во втором не не засчитали 292 и вот я повторил и вы же хорошо саша кондратьев у меня сказал не надо 300 не надо не ходить вот это есть есть ну прям повтори и прям будет вообще спасибо за это то что иначе было бы хуже ну то есть меньше результат да вот короче я тоже победил на этом кремлевском жиме и короче чушь потом то было потом был опять витязь в однослойной майке нет потом было продвижение я немножко откатился 200 я выжил все-таки 295 но я допустил ошибку в подводке я слишком долго не жал то есть большая разгрузка была я слаб немножко я 295 выжил но не засчитали вот короче и 282 я остался с половиной потом был витязь уже в декабре я там пожал 300 но впервые вот первый мой жим 300 это был на витязь причем четвертом подходе это однослой до однослойный майк вот короче ну так нормально хорошие соревнования были я занял третье место след за витьком и за кошкин был такой кошкин сергей но он сейчас есть напомним все 82 и 75 он выступал такой маленький совсем маленького роста вот короче а потом был мегаполис 2013 года я сменил майку катану на более маленький размер я то что жало сменила сорок четвертый фига вот короче ну я поебался конечно ну так нормально здесь я надел вот это все что мне на ой бляху и это было это очень хуёвый отец как насаджи руки затекли бля просто на вот страха у меня тимур андреев но он приходил к нам как-то в зал там еще волков даже по моему ну владимир волков который вот здесь тоже занимать я прожимал ее весом 300 на большую доску ну как значит вот не эти видео все есть тоже на пять раз я сделал короче ну поставил потому что у меня вот так руки были но тоже как наш но на второй раз я короче надел и вышел 350 доски вот как ты сейчас жал да ладно да да у меня тоже есть видео это там она в инстаграме даже есть вот короче причем так уверенно нормально майка была черная с задние задней части не вот и ну что дальше дальше был мегаполис я выжил там 312 план килограмм это был на тот на тот момент не надо не прощаться не надо это все наш как а вот сейчас я говорю тот момент это почти 10 лет назад был это был самый мощный жим среди всех федераций в однослойной майки для веса 100 и ниже короче вот этих всех весов вот короче для это был самый мощный жим в россии вот я не знаю сколько он держался короче ну сколько это продержался вот его ну естественно это все конечно же блять никто это не не джифо мной живут еще еще не фпр ты с ума сошел блин там если ты пожал это не считает не они это хуйня вот это все не блять нет вот причем начи я помню мне один чел сказал там типа антона а он знаком с этим с антоном солодовым короче и тут такой но сказал сколько там вот чуваку знакомый вышел он такой взял калькулятор там бля это же до хуни вот короче типа того бля и видео там тоже есть и все ну потом я потом я сделал конечно же очередную ошибку блять вот я купил еще одну майку стал ее прожимать но что-то опять у нашу а я не не очередной майку купил сейчас я купил extreme катан блять это майка который мне вообще не ну как бы не подошла она во-первых я туда руки до конца так и не просунул блять а размер тоже 44 она все поломала все вот это причем я вот 312 я ходил еще четвертом подходе 320 я немножко не дожала вот так мне не не хватило воздуха потому что они дали мне пять минут а я еще с того подхода не мог отбежаться если вы сейчас это было бы явно блять сказал блять чуваки давайте или нормально отдыхать находите правило ваших хуни ну вот ну это реально так это хуи то блин для зачем это надо я не понимаю для это ограничений вот короче и вот это extreme он поломал в общем технику ну неважно я очень начинать россии поучаствовал это же выиграл абсолютно первенство впс и а 302 с половиной выжил этот рекорд долго держался короче как рекорд россии ну потом есть такой андрей уткин вот красавчик вообще блять ладно мы с тобой там общаемся блять сто вопросов мне задала что-то майки там что-то такое вот и потом смотрю снимает мой рекорд не на ну молодец смог побить вот это был уже через там не знаю через пару лет по моему вот и короче блять я поехал на чемпионат мира в прагу блять и тут я тоже забаранил причем с барами меня свои же блять и значит ну я очень легко жал я начинал 307 с половиной я легко жал вообще вот вот так ну америка есть понятно а там потому что была борьба там мамедова тоже забаранили блять ну то есть тоже нахуй его блять ну тоже не понимаю ну как бы он всегда так жал блять через буквально он он разозлился вот он молодец на счет он разозлился заявился в троеборе присел там 100 килограмм к раму требует почувствовать он просто плачев бара вот он ахуенно сделал вообще красав почему я так не сделал почему я так вот я тупую или просто блять вот я вот я скажу что он молодец в этом он заявился в троеборе прожил там три дня шут праге и в ангел и там выступил и в жиме побил какой-то рекорд я не знаю какой но он нормально там выжил короче ахуенно причем это был знаешь не однослойный дивизиона многослойный я поехал в однослойной майки они много сдавна но это не то мои проблемы вот и он молодец вот нас всех короче забаранит понятно американец нас забаранил блять как этот майк свиной блять и долбай на лист япон билле блять вот короче да он просто в тупую знаешь не засчитал просто он засчитывал этому короче иранец он живет в финляндии вот так жопу отрывал а я со сцены уже смотрел на все вот отрывал все нормально латышка ну понятно латышка не приспевать и устина в тоже ёпта блять вот это мне нравится тоже не считает ну смотря на них построил зачем ты нахуй это делаешь вот непонятно да хуя ты должен наоборот своих то как бы ну нет нахуй тоже я так ахуй блять за охуей да я вопрос сейчас это высказываю раньше то бля как это ты уступала блять не буду не будешь говно а сейчас вам всем блять я рассказываю как есть это вот короче ну приехал оттуда блять такой весь ну хуйня там типа все такое ну короче блять после вот этой вот типа блять баранки в праге я возвращаюсь ну и что-то блять тоже надо делать предпринимать как бы ну вот бля я бля перепробовал нахуй все и и да ну и другой и бля майку и другую и все нихуи ну вот что-то потеряно оказался все то есть следующий год 14 я выступал а на кремлевском жиме я выжил 300 я победил много но как бы я не увеличился потом был такой турнир чемпионат москвы и бать это четырнадцатый год такая жара не быть было мы просто все блять плавали на лавке меня есть фотки с этого турнира мы все просто мокрый и это самое короче блять я выжил 305 на этом ну то есть тоже и чемпионат мира а в ps блять но я захимичился тем я не отрицаю да я про там до хуя тех химиков было их просто все это же не знакомство мнение там был бы реально чемпионат мира в ps бля там только типа не химики я короче сюда заявился да блин вот короче вопрос это не просто мне нужно было победить или что такое я просто хотелось бы последний соревнований которые в которых я мог участвовать в году вот короче типа блять ну конечно победил бы но опять же результат я не улучшил 292 я пожал 300 не засчитали бы но уже все я был короче на этом на на спаде уже силы заканчивались короче вот там еще так охуенно знаешь что у тебя берут допинг она почему его нету блять на самом деле контроль там берут контроль блять края никто тебе не объясняет блять что поймали чего просто ты на да на следующий соревнование приходишь я на кремлевский жим так пришел на опережаю блин а вы не можете вас исключили за впс поэтому впс вы тоже не можете выступать пока 20 тысяч не принесет я завтра принесу чё я зря тренировался что конечно принесу в хуле вы этих монголов не поймали ёпта блять потому что они уехали свою монголию а вы двадцатку с них не возьмете блять так что ваш контроль это нахуй все блять вот короче хуета блять ну вот короче блять ладно хусим и блять вот опять же началось время экспериментов блять типа ящик блять стал в резинке жать травмировал блять нахуй подосную мышцу блесу такая неприятная хуйня пиздец кому тут я вот так вывернули что-то бля на основе лопатка да она только немножко надорвалась бля но ощущение пизда ты даже не более просто сами ощущения вот эти блять как будто у тебя бля рука нахуй сейчас вот она просто туда что не штангу стабилизирует ничего не можно то есть я еще вот этот залечил хорошо врач мне хороший нормально такой он все объяснил все там это я сделал так он сказал охуенность который мне плечо перерыв тема специально упражнение делали мнение он просто говорит жать нет вот то есть можешь сделать все что угодно ну какой-то период и он не прям четкий срок сказал сколько этого не делать вот да и блять вот как он сказал так и было на самом деле все хорошим да 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 охуенно вот короче блять и который менял первую операцию делал на плечо как раз и короче блять до этого еще за год я купил у витька финал вот эту майку да это но ему мало было он тоже кто-то ему купил или прислали не знаю вот он мне продал короче все за блять 10 тыщ и пиздец тогда это хуйня вообще стоил вот он учитывал что-то там в общем я потом еще деньги отдал там маленькую часть спасибо ему короче вот и это я просто попробовал но я что-то блять был мало химии короче захуярил и на таком спаде находился ну чё хули блять тут это пиздить это у всех попробуй химию не жри блять вот все такие ебать блять я видел тебя нахуй без химии получается нахуй да причем я некоторых видел так что они пиздят я думаю неужели ты не понимаешь что ты просто химию кинул блять а я душ не понимаю да чем происходит долбоеб блять сука не пиздишь на про какие-то блять нарушение каких-то меридианом по телу блять блять я такой блять даже я понял и пошел курить знаешь такой думаю я иначе я просто сейчас смеяться буду разваляться блять знаешь ну это как не культурно знаешь ну короче да блять в общем чё-то блять в этой майке мне не понравилось причем я блять в ней же разок штангу уронил на себя блять тоже руку себе травмировал и другера кстати травмировал блять из этого и современника блять там такой дед есть блять у меня страховал длину рота открыл же ему на руку штангу упала блять короче 290 или 300 что-то 300 310 ему упала на руку и дима страховала да что он как-то ебать дурачок шлюют у нас короче блять это самое открестился да 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 вот ну короче блять причем друг это такой щел бля он потом под коню ну как бы ему жилет то ёпта всем с чем-то бля он начал химию хуярить ебать пиздец колпак снесло блять по его там это видео причем это другой он знаешь он то ли не понимал чем там какие группы просматривают значит короче блять ну вы поняли короче да типа думаешь ебать ничего не понимаешь это видно блять пиздец вот короче блять химия блять бодрит на хуяр ни хуёво причем блять так ну типа знаешь он там ебать там начал ну хороший мужик вообще в принципе но блять вот таки понятно его в палате у меня в общем это со всеми бывает и короче типа я вспомнил про эту майку вот это был как раз конец 14 вот начало 15 начал же попробовал а я пробовал все катаны сс аэс там типа блять еще почти год жал в сс блять и не понимал чего за хуйня блин а сейчас это чем не сс когда рукава немножко в крестом на ведутся вот короче причем ахуенно так получился 1 с ну не 1 2 с с купил большего размера и причем первую тренировку я на грудь вот как раз перед этим чемпионатом мира а в пс я 300 на два раза в касание пожал прям реально вперед блять надо было вторую же майку такую купить блять и внутрь этот был не так дорого блин вот и просто в ней сразу пойти жать это реально было сделать то есть ну то есть если ты умеешь что и вот она не 44 что размер чуть побольше было вот ты можешь это сделать реально блять дурачок ну просто это риск какой-то определенно над был так рисковать ну короче блять она как раз новая прям хуярила просто ну да вот короче блять и вот финал в общем он тройной был который увидеть как я вспомнил про него надел блять вот ощущение то что финал дает никто не может ни одна майка не может дать я такой весь уже блять такой весь злой блять раздраженный нахуй ни то не работать не все на пизду все эти майки перекидал я тут раскидывал по залу ну то есть я не отрицаю вот ходил их пенал короче вообще а надевай лан хуся давай попробуем еще раз для там типу раз надели легкий какой-то вес раз раз там ставим 200 там хуй знает 230 что сделал короче ну хули пошло да ну легко лан давай там типа там накинем там 250 бля тоже сделал 270 блять она все легче и легче идет я не понять не могу в чем дело а ладно давай 2 сидим да еще лучше блять 310 блять все нормально на доску естественно конечно понятно 330 причем я сделал три раза блять ёпта знаешь вот так его ты я так и что это бля за хуйня знаешь она прямо причем как будто еще больше тебя хватает и усиливают твое движение вот я хорошо все понял под наш обычно майку кладешь а тут я спрятал нашу никто не спит дай бог кто тронет нашу так я следил за ней вот она мокрая потому что я сразу все спрятал ну и короче по прожимал причем нормально это она прожимался вот тут в зале там еще лавка стояла где бабочка сейчас я выжил на грудь 330 вот постепенно просто опускал опускал и вот ли упорнел просто 352 я жал на 5 сантиметров но это еще тогда типа нового если тебя вообще все веса новые были все абсолютно и блять пиздец самый большой вес до этого в однослойной майке я жал 372 килограмма но это на большую доску так прям реально большую блять еще помню белкин приходил в тот день зал к нам нет я прям запомнил это точно я такой еще нихуя себе ты чё не смотришь на меня знаешь как они обычно там тягу делать троебори вот это было как раз четыре тринадцатом году вот тогда еще ливон приходил ливон далее он ли он выступает блять чемпион фопер он реально крутой чел короче блять я тоже так хуль ты не смотришь блять вот короче для я заявляюсь на кремлевский жим в детстве меня 20 взяли вот короче блять 320 заказываю ну блять всегда вот это когда новую что-то делаешь не начинаешь охуевать 320 я пожал не засчитали блин во втором подходе я вышел короче в третьем я заказал 33 спину блять как об нахуя так много блять всегда надо чуть-чуть прибавить и молодец 330 точно бы выжил блять вот вот я потом блядаху я не дожил а я вот столько не надо вот так вот сделала вот чуть-чуть блять наш другим засчитывают вот короче ну короче да я понял что вот вот она блять я заказал новую феном тогда это было легко но не приходи на листу тебя поражал уже за ну то есть я подумал блин ну если про жалую до майку то есть ну типа знаешь вот так вот да я никогда не думал за счет еще закуплю майку буду не достижать да не на если я улавливал ну суть да я сразу же новый покупал чтобы было но мощь была вот пришла майка ну вот короче блять я опять же я я сразу с новых весов начал в ней то есть не не со старых основах я помню первый вес который я в ней пожал тоже на большую доску это был 363 килограмма блять еще денис гребнев местность помогал страховала бля но мой кореш там вот короче я еще сам охуевал думаешь блять еще гриф взял какой-то все гриф были заняты бля я взял черный там этот старый америке старый техас этот черный он согнулся блять вот короче блять и вот так вот я дошел это было это была подготовка к сн про 15 года вот короче блять я впервые я жал с доски 400 килограмм бля но это вы сейчас блять ну как все сейчас хуйня там резинка там все это и сейчас до хуя на самом деле вот это не так просто на самом деле кто одевал майк то ну по я вам один раз на 300 шагнула как бы я в нем но не могу пока как бы шагнуть как бы ты начинаешь охуевать просто просто вкапывает в землю блять и ну короче блять это самое вот так к сн про подготовь это же вот ну как я рассказывал то что первые соревнования не очень да там типа блять вот то есть я 381 я на грудь опустил пожалуй блять естественно с такого веса не начну вот я начал 345 пожал бы это уже был рекорд всего блять я там срочно а нет я перед этим еще на витязи в старый вот и старый майки жал 325 я выжил то есть нас же реализоваться блин вот и там пошло легче конечно лучше а в этой уже вот 345 я выжил на сн про 3 перед нами еще жал короче сарычу на 335 это да это был рекорд вы как раз там все собрались ну и потом мы пошли жать конечно вот там еще до бляда хуя его там народу окружила учила как жать его такой сижу смотри блядь долбает пиздец кому вы нахуй рассказывать лучше нахуй блять отойдите не мешайте а он знаешь он весь забился ну то есть ему херовно по нему вот короче там что-то блять там им да да все там что-то сядет там пока посидит там а ему все вот сюда локти чё-то там я такой пиздец вы кого учите блять нахуй вот короче блять но в общем мы пошли жать и вот тогда витек как раз мы вот выжили я 345 выжил 360 не пожал и до 3 отказался до сих пор жале вот короче мамедов выжил 370 вот а витя выжил 330 килограмм 430 килограмм на самом большом да 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 я еще помню пошел курить ну типа значит от 3 отказался и ушел и как раз подхожу вот он жмет и он точно так что поставил бам вот так начали вот короче ну круто было ну было было такое время что круто там еще бегал кстати баранку получил там что-то хокерово себя чувствовал вот короче вот видите первый стал я момента 2 я 3 вот остальные я не помню сколько жаль там ну жаль короче они вот один парень 300 по моему подходил ну и там меньше меньше там короче вот это как его и потом я начал такую масштабную подготовку кстати я зря закончил ран я всегда почему-то рано заканчивал надо было еще соревнования вот я всем говорю если прошли соревнования но чуть-чуть там еще попробую еще полет всегда что-то да ну ты успеешь остановиться главное чтобы блядь безица конечно не было но ты просто думай но лучше попробовать еще потому что может попыток больше не быть ну вот короче вообще в принципе и короче блять это сам остановка станет последний как говорится вот и короче блять начал такую прям масштабную масштабную я перемудрил там конечно со всеми этими методиками блять пиздец там были нахуй резинки все подряд короче вся хуйня была короче гантели хуйная гора целая же не могу жать блять ну без майки я жал гантели вот сидя я просто усрачки блять совсем подряд с утяжелительными с резинками со всей хуйня вот короче блять я помню когда маечная уже началась подготовка это шестнадцатом году уже начало года я учился еще в академии физкультуры блять там я блять короче было занятие по легкой атлетике мы прыгали а как раз у разгаре она была я прям выходил на веса это как его по легкой атлетике занятий прыжки высоту ебай я так напрыгался икры болели пиздец просто а на следующий день сжать я прихожу бля мне вообще они нахуй они ко мне никогда так икры не болели это пиздец просто блять вот это вообще я охуел вот и мне по плану ну по моему надо 420 доски жать видео тоже инстаграме есть она там внизу вот напомню ну да да но я там сначала на разы жал а потом в конце на 1 короче такой большой вес вот и я такой бля мне 420 на руки я даже не у меня не руки а ноги болят понимаешь вот так вот а как опустились бля и мне кажется что они сейчас вот так внизу землю короче уходит бля я выжил там бля вот так вот прям наш это самое вот и потом доски начал опускать вот и это была подготовка когда я единственный раз жизни в майке выжил 400 с груди вот там было где красная лавка стоит отчете блядь в одном да у меня это да я не помню я почему-то не снимал на телефон хотя у меня был телефон ну как не до этого что ли был а в тот момент лена ну жук она я и тренировал тоже она как бы поднул когда маму когда присутствовала снимал подхода на телефон потом не перекидывал очень много это ее видео вот короче бля и там вот в этих ю тубе тоже это все видео и и короче блять а я не было в тот день и вот не засняли как раз это блять вот единственный раз я вот реально вот я сняли короче оказался блять и выжил обратно бля я конечно охуел но бля вот ну хотя бы тренировочный наш такой же вот я помню еще до этого у меня что-то блять зубы болели нахуй пиздец просто нет блять так зубы никогда больше не блять не боли не дай бог не надо чтобы они вообще болели короче вот я сожрал в этот в эту ночь блять что-то наверно пласт анальгина блять нихера блять пять или шесть китановов наш прям вот так хуярил блять блять в колу пару уколов диклофенака блять но блять и меня немножко отпустило только блять когда я выпил блять по-моему капель 100 блять наверное этого волокордина с этим там барбитура короче я сижу только на кухне сижу блять у меня зуб болит или не знаю даже не пьяный ты сидишь а он болит пошел лег спать на следующий день у меня не болел ничего я вообще просто обычно спина там на что что-то кисти болят в этот день у меня нихуя не было хуё пиздец знаешь как будто это похоже на похмелье но чтобы какой-то боли не зубы ни хуй не болит вообще так пиздата жалобля так гнулся заебись вот короче ну и типа а я курил и бросал курить это было тоже в конце когда перед как раз 400 я должен был жать на маленькую доску вот один сантиметр она была даже носите как линейка знаю понятно и план был 350 на 2 короче а я еще курил блять вот я короче снимаю опускаю разуму выжимая я прошу воздух корму воздух еще раз короче я блять я понимаю что или я сейчас нахуй опускаю выжимаю или я сейчас умираю ну то есть ну реально или сейчас я ору из меня снимать но второй раз я не повторю этот подход вот я короче потом дышал наверное блин хуй знает сколько блядь я потом надо перестать курить пока блядь это пиздец вот короче ну да вот так вот помогло короче 400 блять вы и эти соревнования то кремлевский жим 16 года я начинал с 350 охуенно пожал блять вот ну вот это ошибки понимаете но ошибки вот никто их не не блять потому что слышим много начать да ну да и мало вроде начать блеиху охуенно пожал все четко блять 360 блять короче я немножко не дожал да нет нет не так мне не засчитали ну там блять что-то блять кто-то блять переочковал блять бинт намотал высоко и кисти ну заломила вот я чуть-чуть не дожился вот блять пиздец все эти сука и вот это 360 барьер такой хуй при непреодолимый такой знаешь видимо оказался блять вот короче там есть любые тонкости были да 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 конечно это пиздец это вот блять миллиметр все бля короче ты проебал вот и вот так опять я короче третьим стал вторым был максим чел короче который 400 тоже один раз он пожалуйста я в сотня а максим 125 они еще боролись даже блять вот то есть витек он там сложил ситуации что если витек 410 не выжимает то максим побеждает потому что он перед ним выжил 400 вот так но витек выжимает вот еще подкинул штангу блять типа он так и вот типа он 1 максим 2 400 я третий короче вот это 16 да тогда вот 15 сильный кремлевский жим был и 16 сильный блять вот ну и короче блять я отрадую пизда тоже все бля охуенно думаю все сейчас эти финала буду заказывать блять хуенно буду жать для пизда то бля также опять же какая-то супер там подготовка блять вот заказываем новую майку блять с этим с василием с филатовым короче мы заказываем он заказывал точнее приходит вот я рассказывал блять синие это хуэта блять блять на или блять я чувствую что-то не так блять ну одеваешь надеваешь они как чулки знаешь на тело вот знаешь как просто института я уже начинаю подозревать что-то не то бля потому что за неделю до этого я жал блять старой майки она жестко прям тебя схватила как и все заебись блять вот короче блять это хуйня вообще даже 300 не смог пары вообще блять пидорасы американские блять пиздец они находят на ее на ебщики вот с этой хуйней блять хуенную майку на хуя вы материал сменили смысл да потому что бля у них не принято возмущаться я там пиздец охуел просто меня трава был полгода наверное потому что вот короче блять потому что катана двойная она бля это майка убийца короче ну потому что большая она значит только что размер не подходит потому что велика 44 он очень мало я один раз коснулся в нем вышел 340 но я чуть не сдох опять же блин там для пиздец епта блять вот короче я купил у чувака не помню ну он мне 210 жалко ручек а он еще такой нихуя ты мне пожалуйста мне назад вот я говорю нет извини братан я еще короче пришел к ней эти знаешь как на металле вот эти одевалки а потому что мне надевали коля алушев там но и это то был а и нахуй все вырвали потому что она не лезет потом с меня еще чуть ли не плоскогубцами снимали ее да там пиздец просто жесткая в руках она еще вот как раз грит стич прошит и так а вот это вот это пиздец просто дичь блять ну вот короче феномы блять извините кончились бля называется вот я взял короче а это уже на 100 в шестнадцатом году кстати я старый майки получил баранку на кубки выпала что-то там к это хуйня была вот в общем но я немножко травмировал трицепс и опять слишком большой перерыв был я начал и не справился с весом короче трижды блять но это вот так тоже баранкам ну ну это просто блять уже ошибка такая вот хотя да это тоже видео в инстаграме есть я как раз вот ну да вот этой хуйни я жал 403 на доску 4 сантиметра вот короче ну достаточно даже старой майка достаточно уверенно короче вот и потом короче блять чу блять а ну вот потом 17 год блять я пожал дважды еще на вот здесь на чем этом как вот выступали в аксоне а ну как это был турнир джимовый не троеборческий ажимово вот я победил 330 вышел блять все на нем нормально вот короче блять а и на кремлевском джиме я смог вы у меня просто у меня я получил травму шеи вот зажала лично да ты че у меня искусственный диск блять на ночники блять и это вот я жал с травмой шеи мне шея болела ебнешься просто я вот так ходил блять вот мало того что после я 325 выжил но блять второе место занялась за моментом след вот короче блять у меня и бать вот как раз это грыжа она блять передавила нервы у меня рука стала усыхать вообще на терять разница но это длинная история мне сделали операцию меня искусственный диск в шее но разжали это все я еще блять два года еще бля короче ну не восстановлю да 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 а потом все поменялось короче потом уже ты так на мост не встанешь блин но еще время тоже ушло блин вот но блять а из лучших результатов я могу сказать за тот период это вот на тренировке я жал в однослойной майки вот evil twin короче 370 килограмм по множеству видео где-то было такое потом я еще жал в резинках 450 но там резинку я сам сделал короче на самодельном было блин вот короче блять тоже не понимая этих ограничений блин наш не на сегодня я не знаю зачем это ограничивать просто должен похуй ну и потом да вот я к сожалению блять тяну эту эту технику быстро не вернуть короче жима получал уже мелкие травмы вот и баранки тоже и феномен старым там что нового нет и вот это блять evil twin говно блять кто будет покупать не покупает а хуета ну вот потому что блять за один раз это майка она прожимается не за один раз первый раз охуенно просто блин когда ты касаешься но ты идешь на соревнования такой с уверенностью что вот да ну надо же еще разок опустить начальный вес то определиться я определился второй раз я 330 опустил и пожал блять охуенно все на этом сейчас эту вес начну хуй приходит а вообще не идет просто ты должен прям сразу уменьшить вес на хуй просто блять на сурсовом обожрать да чтобы хоть что-то выжить понимаешь блять вот это самое самое лучшее что ты можешь сделать все она не работает нахуй выброси блять не знаю кому так это все бля придумал ну как понятно зачем чтобы майки покупали но это это реально одноразовая ну как бы майкам внутри подхода у тебя все больше нету соревнования может быть 4 знаешь вот так вот типа такого смотри на тренировки не опускать до хуябли вот или пиздец придешь и твои блять твой бля начальный вес блять из там 330 превратится 290 чем такое это еще в лучшем дата и меньше море короче бля это говно но теперь уже настала эра бля вот этих маяк нужно в этом какого на пихо вели короче резиновый да вот эти майки слинги в ли да и американцы они показывают что ебать мы у вас бля до сих пор блять ну то есть впереди вас короче надо хуя блять там пиздец там уже жим 500 это так и человек пожалуй хуя наблюдаем здесь не то что там один пацан какой-то молодой только с ним шоке он выжил 500 блять на вот наш который какой-то молодой парень он короче его меркулов тренирует вот этот из как это не оренбург и город барнаул короче вода и там турнир устроили он выжил 500 не красавчик но единственный короче да лучше же майки в россии он как бы блять до сих пор 435 ты найден да это на улице пожалуй тоже по на радащи брехов устраивал турнир мы там были короче видели бы ну вот короче бля американцы они бля реально у них 500 это уже скоро станет блять пиздец и дачок оближмет 1000 фунтов на 455 килограмм на 10 раз ебать на это пиздец и чем-то он типа блять вот поэтому подходу я определяю короче ставит короче 700 фунтов вот 700 фунтов 317 318 вот бля и делает но сколько раз как вы думаете 20 30 раз хуярит блять вот 30 раз этот вес вот 10 раз жмет реально 1000 фунтов вот она раз он вот недавно 664 досочка вот такая ну понятно там нихуя и такая не такая вот вот такая дощечка при маленькой сантиметра 2 на наверное это даже хуй 7 если он блять на хуй на блять 50 килограмм меньше вот так что блять а у нас все бля без киперовочный блять говно пауэрлифтинг блять везде ебта нахуй поэтому мы никуда не движемся куда мы продвинемся потому что блять ебта этих майк здесь нигде не взять блять все закрыто блять она и ко мне-то попала бля знаешь таким путем блять пиздец мне там чувак который с хоккейной сборной россии короче там у него какой-то кореш купил и они типа ну привезли вот специально я ездил в эту федерацию там мне вынесли вот пожалуйста я спасибо охуенно вот короче я охуел блять это зайцева короче ноты екатерина зайцева но они там купили когда она там в америке было жало блять просто взяла там ну понятно они приехали сюда туда люди как ты их там как кокаин покупает за что там типа бля каким-то способом бляну пиздец чтобы никто не знал блять вообще блять дичь ну и конечно если бы их было дохуя мы попробовали такую-то майку хуй ты найдешь бляда там нормально вообще пиздец блять они еще смеют типа блять над этим как он от бицепсом там нападу и нахуй на себя посмотрите ёпта блять пиздец вы хуйню страдайте блять ёпта как каждый раз как это хуй не интересно это нахуй смотреть блять ёпта но все равно конечно это пауэрлистинг американцы показывают что это бесконечно конечно реально ты осваиваешь колба который за шерство сжмет блять да ты осваиваешь новые вот эти вот и интересно понимаешь они устроили такой охуенный турнир блять вот в этих майках ну все там типа блять пиздец там трое что вот но это еще год назад было даже больше это с новым майками да 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 они пожали трое 500 короче по колб вообще на я вам увидел да 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 там этот чел в сотни там что-то пожал 90 или сотни 450 пиздец короче блять это хуевая что блять мы тут умирали блять десятилетиями они это просто нахуй взял пожал этот хуй который шьет тима да пидарас тоже блять конечно но он гандом значил он не американец вообще я хочу такую майку блять долго с ним переговорами вот я хочу вот такую майку столько слоев да ты сколько жмешь говорит без майки это форму блять вот когда это сам ты сколько без маки я говорю ну 212 у меня лучше жим вот такой не нахуй те два слоя в этом это заявить за понятно ли это решил ну потому что три слоя это для тех кто жмёт 250 до 100 до 90 только людей ты знаешь ты сам-то нахуй жмешь для столько ёпта я уже взбесился блять ну вот я так это нахуй пизду иди бля не хочешь мишей вот короче он такой подумал ну ладно хуй с ним лечет ну типа знаешь чё я говорю мне нужно вот столько слоев столько блять он типа это будет стоить там что-то стоят два нахуй семья понял блять и шей давай блять ёпта вот и вот так ну достаточно быстро он мне кажется какую-то свою там продал блять она была новая базара нет мне никто не жал вот который резиновая да да вот это бля майка юпта но сейчас они даже сейчас их счет и в омак и инзер и форрел бля и мэндельсон короче это часто решить за короче но я думаю что и поудобнее найдется потому что колбут он сшивает на понятное дело что от него да здесь она такая ну кажется просто базовая такая знаешь не совсем удобно она душить может ну то есть она получается в этой груди да такая же как обычная майка или резиновая но потому что кто чё говори не расшита полностью из бинтов вот как слингшот на то есть да 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 наши то вот так вот короче блять и все от слойности там зависит там на два слоя смысла нет конечно это все от трех слоев начинаю больше да 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 вот у зайцева я смотрел там вообще до хуя слоем у там 4 по моему может так новая шита как у вомака наши топал того что волк это не долбоёб на самом деле если форрел это долбоёб но такой знаешь но как бы хороший бизнесмен домах охуенный специалист просто пожима просто пиздец у него ветеран 500 пожал блять нихера 110 блять вот короче шарит вообще заебись вот но бизнесменом хуёвый форма продавался их у не блять но это его дело конечно он и сам там вот как раз он выжил то типа резко там видео такое было он выжил 1000 фунтов типа в 90 смотри что там хуя дернулся не то что это нахуй не за здесь бы тебя вас на либре просто нахуй обосрали всего ты уже даже лежать прекратил бы разочарование вот здесь потому что на всех срубли а там нормально все бля ну как бы он пожал еб ты все черт вот рекорд пожалуйста бля вот короче блять чем там нашим своей мать ху его знаю но это его дело я я его не осуждаю потому что если бы я на его месте было там пришел столько хуйни что все хуели вот короче пожалуй да я по себе нашел бы такую майку знаешь там ну идти кому надо тоже шил бы но блять сука это это не объяснение что знаешь он еще короче он сказал такой типа я хочу вообще пять слоев ну типа стал ну так это не по правилам это что нахуй правил эти вообще нигде они не применяются блять то есть я может в зале хочу сажать я ему отправляю видео где жму 450 типа на тебе ну типа по-английски я говорю ну блять такая вот резинка я ее сам шил не имеет не считается меня нахуй я такой охуенный ты американец вообще пиздец блять значит и уже даже это блять запрещать отсюда блять емцы жим в зале блять качкаем ты знаешь блять пиздец нахуй блять вот сейчас их уже шьют все блять ну блять остается только их вот ну получить и короче пробовать все блять тогда получится блять все равно блять все это американская тема они блять шарит в этом лучше но по сути да там не такая методика с досками конечно блять все не работает там я попробовал ну локто я травмировал не по причине досок конечно это просто сам долбою вот короче блять в общем вот вся история блять маяк если ну если надо я могу подробно про каждую майку там в которой я жал у меня где-то 60 майк было примерно про любую майку я могу ее описать там как это все ну делал лучше всего для кого она подойдет там типа бля у меня даже ультимейт был это энциклопедия целая по майкам позору потому что я сошел с ума блять в один момент блять просто пиздец я просто целыми ночами вот когда я воронку получил на просто я сидел курил для такой знаешь и смотрел эти видео блять ебты как это происходит знаешь как у них это происходит как они это делал блять ну пиздец же блять люди да я нашел ответ на этот вопрос да